Дорогие друзья, мне с Алиэкспресс уже пришла посылочка, я там заказал всего-всего-всего. Вот такая интересная коробочка, сейчас буду ее распаковывать. Ну я уже знаю, а у меня еще кое-какие вещи придут, так, не надо, чтобы узнали мой адрес, 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 так, упаковали, хорошо, вкупую ручку, вкупую ручку, так, где моя коробочка, коробочка, так, тут что-то на китайском. На китайском, вот, биржевое, видно, что с биржевым подсветкой, шуничка, ну или хочешь там играйся, так, давайте открывать, смотреть, вау, такой вот мой мануал, юзер мануал, уже видите, что это такое, кнопочки, кнопочки, кейборд, такой вот, тут такие, то есть версии есть, существуют, такие версии. У меня вот такая вот розы, о, здесь такие ножки, присутствуют, можно ножки наклеить, да-да-да, Шуни, это уже, ты думаешь, что тебе кабель, слушайте, из-за кабеля, тут вообще, USB, TPC, хороший такой, хороший, хорошая длина кабеля и само моё устройство. Крутилочка, здесь Type-C, здесь как, знаете, похоже, как будто картонку подложили сюда, на низ, как картоночку, как будто. Ха, не знаю, надо или есть снимать, наверное, не надо. Ну, вот, сейчас я, я думаю, микрофон уловит. Удильничку я там изменил. Опа. Удильник нам не надо. Вот такая крутилка, сейчас посмотрим, как это работает, что из этого может получиться. Такое вот, такое устройство. Пу-пу-пу-пу-пу-пам-пам-пам-пам-пам. Пара-пара-пам. Включаем, смотрим, погнали. Ребятки, уже разобрался немного с программой. И, собственно, стоит этот макропат 1386 рублей. Сегодня пришёл заказ мне, и я его сегодня забрал. Говоря, поставляется это всё вот в этой коробочке. Здесь нету программного обеспечения. Есть, да, какой-то QR-код, но это туториал, как говорится. Это вот примерно та же самая программа, которая здесь у меня на экране, которую я скачал. Называется Mini Keyboard версия 02.1.1. Вот такую скачиваете. Ну, примерно, примерно вот то же самое, то же самое, что здесь у вас. Здесь картиночки, какие могут быть такие вот устройства. Соответственно, здесь 16 клавиш, здесь всего лишь 6. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти используете. И это для роллера. И, соответственно, можно выбрать мультимедиа. Мультимедиа. Пауза, следующая песня, точнее, предыдущая песня, следующая песня. Мьют, ну, и прибавление громкости, либо уже уменьшение громкости. Ну, и, соответственно, download. Когда выбрали клавишу соответствующую, выбрали, что эта клавиша будет делать, и тогда уже download. Ну, в основном, да, для мультимедиа, вот лично для меня, ну, я увижу такой опыт использования. Не знаю, что, можно, конечно, выбрать здесь какие-либо другие клавиши. Это просто, ну, какой-то символ, допустим, да, символ. Ну, не знаю, символы тут есть. Было бы классно, если бы в этой программе можно было выбрать какое-нибудь приложение, чтобы нажал на клавишу, и это приложение открылось. То есть, чтобы можно было выбрать еще какое-либо приложение. Вот этого не хватает, в этой программе. Не знаю, может быть, конечно, есть аналоги этой программы, которые будут работать. Вот когда, кстати, вот connected нарисовано, то, значит, вы можете что-то программировать на этом устройстве. Когда красным горит, то есть не согласовалось это устройство с вашим компьютером, соответственно, будет красным гореть. А вот этого нету, это здесь минус. Ну, стоит искать другие программы. Я вот пока скачал, потом пока разобрался, как, куда, чего. Слава богу, уже хотел выкинуть. Ну, на самом деле, да, когда покупаешь, я думал уже сразу оно, это устройство будет работать, там сразу и громкости. Ну, как бы сходу ты подключаешь, тебе надо еще, как говорится, с полпинка его завести. Говорится, 1300 отдать за мультимедиаблок, да. Ну, это у тех, у кого клавиатура не мультимедиа. Соответственно, здесь нет роллера, нет каких-то клавиш управления, паузы там и так далее, и следующего трека. То, ну, почему бы нет? В принципе, захотели, отключили. Но если вы устанавливаете на другой компьютер, то там тоже, то там надо снова будет программировать, потому что это, по-моему, не сохраняются настройки. То есть на вашем компьютере настройки сохранятся, а вот на другом компьютере вам придется снова заниматься программированием. Ну, а что думаете вы об этом устройстве, которое бесспорно можно превратить в мультимедиа-помощника на рабочем столе, да, в рабочем столе непосредственно? Напишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых распаковок. Субтитры сделал DimaTorzok